Всем привет! В этом видео я просто решил показать. Точнее, я поиграл немного чисто бюджетными монстрами на мировой арене. Сделал я это для того, чтобы показать некоторым определенным или неопределенным людям, что на РТА можно играть даже бюджетом. Потому что большое количество игроков считают, что на РТА невозможно играть, если у вас нет самых лучших монстров в игре и самых лучших рун в игре. У меня руны, если отталкиваться по общим меркам игры, средние, может даже ниже среднего. Для новичка они, конечно, хорошие, но по общим меркам они средние. Использовал я только бюджетных монстров. И бюджетные монстры на РТА считаются монстры все четырехзвездочные стихийки и все пятизвездочные монстры, которых мы можем сгексить, купить, получить и так далее. Вот и Фриты, и Жанка, да и по сути все, особо много нету. Вот Кен и так далее. Да, конечно, это очень тяжело играть на РТА без топовых первачей. И вообще в этом ролике, вообще в РТА с бюджетными монстрами играть смысла особого нет. Да, на мировой арене играют роль огромное количество факторов. Это руны, это монстры, это удача, все знают, что очень важна здесь удача, но при этом очень важны руны, очень важны монстры, очень важно умение вообще играть на РТА. Умение пикать правильно, умение банить правильно. Однако большинство считают, что РТА это чисто удача, чисто донат, топовые руны, топовые монстры и так далее. Я просто хочу показать, что и без этого тоже можно. Не хочу никого этим обидеть, ничего подобного, просто мне было интересно, смогу ли я сам вообще в Галде играть с бюджетными монстрами. Потому что это и правда очень тяжело. Но никто этим заниматься не будет, у всех есть хорошие первачи, практически. Особенно у людей, которые уже дошли до уровня, когда можно играть на РТА. Ну и думаю, с предусловием вступления можно заканчивать. Просто почилить я хочу здесь, в этом ролике. Это не гайд, гайд по РТА выйдет скоро, может на следующей неделе, может даже на этой. Хотя сейчас что, суббота? Да, наверное на следующей выйдет. Будет гайд, там я просто дам советы и так далее. Ну, что будет, то будет. Сейчас я просто хочу показать пару реплеев с этой пачки, которые относительно интересные. Покажу руны, покажу конечно монстров. И один-два бой может сделаем. Скорее всего я проиграю, потому что я собирался в одной Галде удержаться и попал в две Галды. Здесь намного тяжелее. Давайте начнем с реплеев, потом я покажу монстров тоже. Вообще использовал я тут буквально 6-7 монстров, хотя, как вы можете видеть, одел я тут сколько под 20-30 монстров. Использовал я из них только 6. Давайте, тут было интересные реплейчики. Значит вот этот, да вот этот. Давайте быстренько покажу его. Кому не интересно, можете просто скипнуть там, посмотрите именно руны или сам бой. Вот так я пикал. Антарес очень ха. Давайте остановлю. Так, почему я вообще их пикнул? Давайте я сразу скажу. Тут большая проблема в том, что 4-х звездочных монстров ветра, которые какой-то импакт вносят, мало. И у меня нет. Хотя бы был бы у меня, не знаю, демон ветра, а не мужа ветра, было бы получше. Пришлось использовать варвары ветра, которым мало чего делает. Опять же, мне пришлось брать ветер. Каки очень хорош на это, тут говорить нечего. Антарес тоже очень хорош. Я же удивился. И благодаря ему, можно сказать, я дошел до 2-х голда. Именно бюджетной пачкой. И он очень хорош. Руны на Акмамыре я вам попозже покажу. Значит, смотрите. По сути, тут, можно сказать, мне повезло. Он не кинул на меня раскол. Так, возможно, он, ну, скорее всего, меня убил бы. Опять же, я пережил не с самым топовым Антаресом. Он у меня довольно тонкий. И, да, он немного попрокал. Это приятно, когда Антарес прокает. Опять он прокнул. Но он сдох. И дальше я остался вот этими тремя против этих троих. Что не самая лучшая ситуация. Однако, все равно, по чуть-чуть, по чуть-чуть, я их вынес. О, сейчас будет перерывач. Ожидаем. Ну и, как вы можете видеть, его я выиграл. Довольно просто. На самом деле, было все очень близко и рисково. Опять же, удача. Небольшое количество проточек на рунах. Немного хп меня спасло. Резист меня спас. И на Антаресе моем есть немного резиста. Кажется. И не все бои были такие удачные. Это я должен сказать. Но этот бой был прекрасен. Давайте сейчас прям во время пика я буду говорить, почему я что пикал. Во-первых, Лулу я пикаю первым. Потому что он открывает мне пути для многих. Атак, защит и так далее. Он сейвовый. Антареса я тоже пикаю, потому что это одни массовки, которым я могу просто испортить поочередность ходов. Жанка, лидерка, контроль. Она меня сейвит. Это все отлично. И Миха я взял. Но тут я буду прокать много. Учтите, это тут прям Антарес зажег. И Миха тут одни массовки. Они критуют. Она ударяет их, встанет их. То делает, все делает. И это очень сильно тоже помогает. Пачку нельзя назвать чисто основанной на удаче. Других просто 4-звездочных монстров, которым можно это контрить, по сути нет. Вам нужны именно те, кто будет мешать противнику играть. И Антарес и Миха прекрасно с этим справляются. Как вы могли видеть. Сейчас давайте буквально один бой. Больше я не хочу. Нет у меня желания бюджетом в 2 голдах много играть. Один бой. Зайдем. Увидеть на практике мой мыслительный процесс. С моим-то пониженным IQ. Да. И потом я покажу вам руны. И почему кто и как одет. Опять же, первым я буду пикать лулу. Против нас китаец. С 2-х год. Он, скорее всего, меня уничтожит. Закливает. Не знаю. Против клива тяжело. Для... Ага. А с этим можно справиться. Смотрите. Берем ведро. Потому что, во-первых, стихи учитывать надо. Ведро сюда хорошо заходит. Во-вторых, у него массовка. Во-вторых, он уже играет через брузеров. Следовательно, ведро сюда прекрасно заходит. И возьмем Жанку. Почему бы нет? Ветра монстров хороших тут нет. Так. Он идет чисто через жир. На этот случай у меня есть еще Лорен. Я до сих пор ее не использовал. Она в свифте. В ревенже. И нужно мне еще что-нибудь, что будет меня и сейвить. И при этом не даст мне умереть. И при этом наносит дамаг. Это прекрасно делает Вигр. Только вот я только что заметил, что играл я им без одной руны. И это большая проблема. Поэтому я сделаю... Я сделаю... Я сделаю... Тревор. Пусть будет Тревор. Не знаю. Тревор плохой пик. Я бы взял Вигара. Шансы у меня было бы намного больше. Понятия не имею, почему... Почему и на нем нет руны. Я еще ими играл. И выигрывал. И он забрал у меня Вигара. Я забаню Вигара. Потому что его раскол меня сильно будет мешать. Возьму лидерку от Жанки. И сейчас постараемся выиграть. Скогл меня не убьет. Никого он тут не убьет. Возможно, у него руны очень хорошие. Тогда он может меня убить. Сама его пачка слабовата. Если не давать русалке ходить... Да пусть ходит. Какая мне разница? Пусть Корнал не ходит. Да, он меня, кстати, полностью контрит из русалки. Но кому какое дело. Мне лишь бы... Лишь бы... Лишь бы... Лишь бы его немного дамажить. Если я убью Корнала... Особых проблем у меня уже точно не будет. Потому что Тревор их... Соло не может он их убить. Потому что тут скогул. И... Эта тварь не дает мне раскол кинуть. И на меня кинули раскол. И если он сейчас кританет... Ладно, он не кританул, по крайней мере. Ведро у меня, кстати, отвратительно одет. Был бы он в Виоленте, все было бы по-другому. Жанка у меня, кстати. В свифте. Руну я, конечно, покажу. Но она свифтовая. И свифтовой Жанка я попал в две голды. Я до сих пор не знаю как. И пока что он меня просто уничтожает. Что является огромной проблемой. Но это неплохо. Это очень плохо. Да, и тут мы проиграли. Как вы могли видеть, Тревор тут был бесполезен. Если бы я взял вместо Тревора Вигара... К сожалению, руны на Вигаре не было. Была бы на нем руна, я бы его взял. И все было бы хорошо. Но поэтому надо следить за своими рунами. На самом деле, не все что потеряно. У меня есть шансы, но я вне очень. Снимаюсь. Так, так, так. Пока я живу, пока я живу. Пока я живу, все хорошо. Если бы я смог родить, видимо нет. Сделаем вот так. Пусть пока живет. Она может собираясь, не проблема. Он сейчас что-то использует. Ну, как нему, коронал мертв. Делаем вот так. Так, это не большой. Ну, немного, да. Куда? Хорошо, еще и чужих людей. Отлично, не набыласть расстанеть. Отлично, отлично, отлично. Да, я проиграл. Опять же, пик был ужасный. Тревор сюда плохо заходил. Но видели вообще, как это вообще должно работать. Было бы у меня вигр, я бы его уничтожил. Это без сомнений. Давайте по руну. Покажу именно тех, кого я вообще использовал. Потому что, например, ее я не использовал. Его не использовал, не использовал, не использовал. Многих я тут не использовал. Значит, вигры вы видели. Здесь почему-то руны Виолента нет. Лулу я использую часто. Руны я могу сделать намного лучше. Это прям средний-средний руны. Он медленный, он не очень жирный. Но 100 резиста, конечно, свою роль. Играют. Этой руны я не использовал. Такой он, такой себе. Сиана я один раз использовал, проиграл. Такой себе. Такой себе. Вот Тревор. Нормальный Тревор. Медленный немного. Не особо жирный. Ну, по-остальному неплохо. Ведро. 88 скорости это шутка. Да, full revenge, но 88 скорости это очень мало. Однако, рун хороших у меня нет. Ее я часто использовал поначалу. Но проигрывал часто. Дал ей неплохие руны. Ее я тоже иногда использовал. Тессарион. Опять же, он почему-то без рун. Но я его не успел использовать даже. Антарес. Вот такой. Death Prevenge. Мало здоровья. Мало скорости, конечно. Мало атаки. Я могу сделать намного-намного лучше. Но не сделал. Почему не знаю. Чтобы было более наглядно, что особо топовые руны не нужны. Это ниже среднего Антарес, как по мне. Артефакты на нем такие себе. И вот так. Кена я использовал. Death Will. Один-два раза я его использовал. Как стрипер. Довольно неплох. Он вполне неплох. Ее я одел, чтобы обгонять кливеров. И по привычке вместо нее я взял Шарлоту. Проиграл. А так, чисто самый быстрый сифцет. Ни разу еще ее не использовал. Вот такой каки. Всего понемногу. Ни самый топовый. Ни Мезис. Желательно Ревенш, чтобы был. Или хотя бы Вилл. Но. Так. Точности тоже мало. Скилов нет. Поэтому. Опять же. Акмамыр. Как вам Акмамыр? Лучший ДД в игре, а? Это чисто байт. Я его беру. Он ультра жирный. У него база ХП большая. Следовательно, пока его фокусят, я убиваю врагов. Это довольно неплохая стратегия. Раньше я такое делал с Люшеном. Вот Люшен. Ни разу еще его не использовал. Вот Триана. Нормальная. Средняя Триана. Виолентия. Виллах. Один раз ее, кажется, использовал. Нет. Ее нормально использовал. Да. Она довольно хороша для бюджетной пачки. Хресвельк. Чисто как этот. Просто монстр ветра, который не умрет. В ДЭСК виллах. Руны хорошие. Но сам монстр плохой. Для РТА очень плохой монстр. Именно в ту пачку, которую я использую. Есть с ним неплохие пачки. Шимика я не использовал ни разу. Просто сделал. Белку я не использовал. Думал использовать против водных рю. Но такой себе. Лорен вы видели. Свифт Ревенш. Далеко не лучшие руны. Прям далеко. Небыстрая она для Свифта. Нежирная. И все. Жанка. Свифт. Вилл. Я могу в Виоленте сделать лучше по статам. Но опять же. Тоже никто не назовет эти руны топовыми. Я надеюсь. Фран ни разу не использовал. Вот такая. Эльцарелон один раз использовал. Вот такой. Танковатый. Недомаженный. Ни рыбы ни мяса. Но иногда он может пригодиться. Один раз использовал Михо. Вампирики. Немезиси. Неплохо. Скорость есть. Атака есть. Крит ряда немного есть. Мало крит урона. Но неплохо. И Веромос вот такой. Один раз его использовал. Неплохой. Вполне неплохой. Есть дефт. Есть скорость. Есть здоровье. На этом по монстрам все. Все я показал. Те монстры, которых вы видите. Вы можете использовать в своих пачках. Просто взять на вооружение. Опять же говорю. Что видео не было. Это не было гайдом. Это не было ничем таким. Это ни к чему не призывает. Просто хотел показать. Что можно. И бюджетом играть. Хотя никому это не понадобится. Я просто уверен. У всех есть первачи. Кого я не видел. Аккаунт пятого уровня. У него два лда первача. Мур. Не знаю. Все лучшие первачи в игре. Уже есть. И их больше, чем у меня было за 4 года игры. Так что всем, кто досмотрел. Надеюсь, вам было интересно. Может что-то полезное вы отсюда узнали. Всем большое спасибо. Можете поставить лайк. Если не трудно. Еще услышимся. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.